Партнеры проекта Добрый день дорогие друзья и вновь в эфире программы Сегодня меню программа вкусной и здоровой пищи А ведущий Сергей Бахарев Снимаем мы нашу программу в салоне кухонной мебели Марии При поддержке наших замечательных друзей В компании Байсад и Нальчинский молочный комбинат И в гостях у меня сегодня безусловно очень, очень и очень интересный человек Профессор, заведующий кафедрой немецкой языка КБГУ Рашид Аликаев Встречаем Рашид, проходи Здравствуй, очень приятно, что ты сегодня в наше время прийти на программу Ну что, давай время терять не будем По нашей старой доброй традиции Вручу я тебе вот такой замечательный фартук Потому как нам сегодня с тобой около часа с лишним, я так думаю, придется потрудиться И фартук пригодится однозначно, как-то любой кухня, да? Да Рашид, ну вот смотрю, ты уже здесь все приготовил Скажи нашим зрителям, кто смотрит программу Что мы сегодня будем с тобой готовить? Я немножко намереновал вырезку, спинную вырезку В дижонской горчице Вот я заранее приготовил, намариновал этот кусочек мяса Хорошо Чтобы немножко оно просочилось хорошо, надо проткнуть вилкой Ну, как обычно, да? Значит, мы будем ее запекать Да Ну, давайте начнем с мяса С мяса, так Для того, чтобы пожарить этот кусочек мяса, желательно горчицу снять с него Так Потому что мы должны предварительно обжарить кусок, чтобы со всех сторон была корочка Тогда мы получим сочный кусок мяса Первонаперво возьмем сковородку Сейчас снимем горчицу аккуратненько Немного подсолнечного масла и обжарим со всех сторон По 5 минут Так, ну, второе блюдо, которое ты сегодня предоставил Второе блюдо, это котлеты моего собственного производства Это я сам придумал Это куриные котлеты из куриного фарша С сырной или любой иной начинкой Которые запанированы в кукурузных хлопьях И не сладких кукурузных хлопьях Значит, там нужна сковородка с тобой, правильно? Да, нам нужна сковородка Какую возьмем? Вот такую? Нижнюю Туда, значит, давайте подсолнечное масло сразу же Потихонечку убираю то, чем я мариновал Так, масла достаточно, чтобы смотреть? Да, вполне достаточно, много не нужно Расскажи мне о себе сначала и продолжай Ну, что о себе рассказать? Рассказать о себе много не могу Я из большой семьи, из села Я этим очень горжусь Я жил и учился в селении Верхняя Жемтала Мои 15 лет моей жизни прошли в этом удивительно красивом, хорошем селе Я больше всего люблю это село Вот, в семье нас было 10 детей 7 мальчиков и 3 девочки Родители были у меня сельскими Дружинниками Мама некоторое время работала в магазине с отцом А остальное время смотрела за детьми Да, 10 человек это большая семья Это в лучших традициях Кавказа Так, вот хорошо А учился где, почему спрашиваю Потому что все-таки в республиках не особо развито изучение иностранных языков Согласен, да? Откуда тяга вот именно к немецкому языку? Ну, я скажу это тоже Знаете, поперек судьбы не пойдешь Я мечтал стать юристом Мечтал стать врачом Вот Но жизнь сложилась так, что В селе не появилась учительница русская Прекрасно говорившая на немецком языке И 4 месяца я учился у этой учительницы И когда я понял, что я не попаду ни на юридический, ни на медицинский Я подумал, что может быть попробую немецкий язык Но вы можете себе представить, что я пришел всего 4 месяца Плохо читал, оговорений речи не было Но опять судьбе было угодно помочь мне Я это часто повторяю Чувство благодарности не проходит Значит так нужно, да? Я был комсомольским секретарем в школе И в этот год обком комсомола объявил дополнительные места Для тех, кто в комсомоле были активистами И я попал 26-м, то есть последним в списке Предпредпоследний Именно последний, я должен это сказать Я и сегодня хочу воспользоваться случаем сказать Зумакулабу, Борису Который был первым секретарем обкома комсомола Который помог Так эффектно бурлит масло И поджарится горочку добивается КБГУ Это ведь центральный большой университет Правильно? Но вот, как я слышал Университет все-таки не особо пользуется Он как бы, как это меня сказать Не особо рейтинговый он, понимаешь? Даже была такая шутка Если некуда уйти, иди в КБГУ Даже я это слышал Может быть я это говорю несколько не так Некорректно, но на самом деле не так Это неприятно, что вы говорите открыто Я это слышал, понимаешь? Я особо горжусь тем, что я окончил Кабардино-Балкарский государственный университет Я работаю в этом университете на протяжении 30 лет Совершенно честно вам скажу У меня было очень много предложений И до последнего дня Есть эти предложения Я читаю выездные лекции В странах Европы Ну, например, я вел секцию Малочисленных языков Еще есть время, 5 минут Малочисленных языков мира В Венском университете Я руководил так называемой Секцией миноритарных языков Я вел исследования по 17-18 веку В Европейском центре науки и культуры В Западной Германии Я преподавал в Лейпцигском университете Читал лекции в Бондском университете В университете Брауншвайг В университете Вёртсбург и так далее Но все время я возвращался к себе в университет Наш университет, по большому счету Это национальное достояние нашей республики Это единственное Это сердце республики И за последние 18 лет В университете сделаны колоссальные Приложены колоссальные усилия Чтобы вывести университет Не только на российский уровень Но и по международным меркам Это достаточно передовой университет Надо всегда добрым глазом смотреть К членам собственной семьи И поэтому жители Кабардино-Балкарии Я своих детей Я ведь мог своих детей отправить И в Германию учиться И в Англии у меня есть коллеги Которые всегда могли бы мне помочь Но мои дети закончили Кабардино-Балкарский госуниверситет И я этим особо подчеркнул свое отношение Что может быть лучше патриотизма, да? Да, безусловно В Кабардино-Балкарии есть университет И каждый, кто придет в этот университет Может найти свою нишу И он сам должен внести лепту Откуда такая страсть к готовке? Вы знаете, особой страсти нет Жизнь, опять же, заставляет И все достаточно прозаично Мать иногда работала Детей надо было поддерживать Подкармливать Я второй был старший в семье И время от времени приходилось готовить Ну, а потом Моя такая одинокая жизнь в общежитиях Я обычно возвращаюсь в общежитие Я жил в доме аспирантов В Лейпциге У меня была отдельная комната Я пытался из небольшого количества Приготовить вкусные вещи Как немцы говорят, очень красиво Они, знаете, не Лейпциг, а Ляйпциг Да, Ляйпциг Все, мы уже с мясом готовы Теперь это мясо надо взять И давайте мы лук объедини И на минуты 5 оставить Чтобы мясо охладилось То есть, чтобы мясо пришло в себя Давайте возьмем вот так Вот можете показать Он довольно приятный кусочек получился А это масло мы оставим И давайте на нем же и пожарим лук Ну, да, нет проблем Давай немножко поговорим о студенчестве Да О времени, которое ты провел в обучение За границей Насколько отличалась система образования там От нашей системы образования здесь Это очень интересный вопрос Например? Впервые я получил Выиграл международный конкурс Из Советского Союза бывшего Выезжали Было 25 мест выдано Германская демократическая республика И я среди германистов Единственное по стране Получил это место Я приехал туда Я уже был кандидатом наук Уже только к этому времени Да, к этому времени Старшим преподавателем университета был Приехал Ну, знаете Мы же не всегда знаем, что там делается Какой-то элемент необдуманности Может быть самоуверенности Может быть самоуверенности Профессор, которого я знал до этого А моя руководительница была всемирно известным человеком Это Мир Моисеевна Гухман Профессор отечественный Чьи труды издавались во всем мире Она очень признанный человек была И у нее было очень много коллег из Германии Которые я время от времени встречал Очередной раз я встретил одного из крупнейших специалистов в истории немецкого языка Рудольфа Гросса, профессора Ну, и этот конкурс имел одну особенность Нужно было, чтобы обязательно зарубежный профессор поддержал проект Он меня поддержал, этот проект Ну, и как только я приехал На третий день он мне предложил прочитать лекцию Уже там университета? Да, да, прочитать лекцию Собралась огромная Смело, смело Да, да, я прочитал лекцию Вопросов было много Аудитория была очень полная Были и зарубежные коллеги мои Были и сами немцы Было очень интересно И когда уже после меня прочитала полячка Я понял, что я, конечно, не то делал У нее были уже мультимедийные средства Она все транспонировала на доску А я писал все от руки и мелом Я сказал моему профессору Что же вы со мной так сотворили? Он говорит Было интересно увидеть национальные традиции Ну, да Давай себе добавить зелень Вот так вот Все это перемешиваем Да, перемешиваем, да Мы туда добавим теперь Я беру обычно набор Сам составляю из маленьких стаканчиков Как и на базаре продается Всегда люблю, чтобы ореховый оттенок был Ореховая трава Травка с этим, с чесноком Тут есть морковь, перец, сушеный чеснок Это набор для супа Сюда добавляю Обычно добавляю сухую кинзу И вы видите, целые две ложки мы добавляем Да, и аромат Так, все перемешали Перемешали Скажи, мне очень импонирует Такой легкий, легкий, баварский Такой-то баварский акцент Я должен вам сказать, что баварский Нелитературный вариант немецкого диалекта Литературным считается диалекты франконией Центральной Германии У меня И это мы сделали И, естественно, мы можем уже потихонечку Добавить вино Так Мы готовим соус для этого мяса Можно взять любое недорогое сухое вино Чем дешевле, тем лучше И добавить И добавить вишню Свежую вишню Да, свежемороженую вишню Я даже думаю, что не стоит искать вина Да, я думаю, что это лучше Перемешать, да, прям хорошо И мы этот соус сразу же немножко отварим Так Чтобы немного ушел запах вина Вина и жидкость, чтобы ушла Да, жидкость немножко ушла Я добавляю немецкий соус А чтобы единообразно было Давайте мы попробуем его в тарелочку сюда И немножко обдать водой Давай, хорошо Так, это выключаем Так Выключаем и перемешиваем Да Вот мы уже сделали опять мясо Поместили в эту форму, да Да, и давайте попробуем сейчас Теперь немного оливов и маслин Я не говорю по-немецки, к сожалению, знаю несколько фраз Но я знаю такую фразу по-немецки Как «тишь культур» Это культура стала переводиться Да, да, да Вот расскажи мне с твоей точки зрения Что тебя конкретно впечатлило в Германии Ну, я, естественно, общаюсь с определенной социальной средой Это преподаватель вуза Это профессура Приглашая на Новый год Перед Новым годом Тот же профессор Гросса пригласил меня к себе домой Естественно, я заранее спросил у моего японского коллеги Как бы не нарушая этикет посередить его Ну, естественно, нужен букет цветов для супруги И нужен небольшой подарок новогодний для семьи Все это я соблюдаю пришел И что меня удивило Каждое блюдо мы ели в отдельной комнате Мы прошли по всей квартире Основное блюдо мы ели в зале Дальше прошли в соседнюю комнату Дом такой большой немецкий Мы там уже ели такие дополнительные блюда Третью комнату мы прошли Немножечко вина попили И опять вернулись на кухню И продолжили этот То есть, как бы в каждой комнате В частном доме такой это да Кто смотрел внимательно Кто смотрел, смотрите То, в чем мы мариновали мясо Да Так? Да Мы добавили в соус Да, да, да Это нормально Он придал очень интересный вкус Так, ну что? Аккуратненько сверху обдайте Наливаем Да, теперь давайте немножко распределим это Все вот так И теперь отправим на минут 40-50 Духовку 200 градусов При температуре 200 градусов Да, при температуре 200 градусов Время от времени будем смотреть Гарнир может быть очень разный Я на сегодня предлагаю картошку Попроще 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 Картошка вот такими кусочками нарезана И зальем водой Немного подсолнечного масла сверху Чтобы картошка быстрее приготовилась И не разварилась Друзья, но сегодня кладезь у нас Кладезь Для тех, кто смотрит мою программу Опять же Слушайте советы Рашида Да И небольшое количество Мы не совсем доведем до кондиции Так Снимем воду, все сделаем И потом в определенном растворе С добавлением твердого сыра Отправим опять же в духовку Это будет уже готово к мясу Ты мне скажи Вот я слышал Что все-таки ты такой преподаватель строгий Это правда Это правда Это первое Хорошо Это близ Может быть и нехорошо Близ Нет, это хорошо Это такой близ опрос Это правда, что Всех своих учеников Ты берешь за шиворот И доводишь до ума Если они попадаются ко мне, да Хорошо Быстро ответим Им тяжело Но Это правда, что они тебя очень любят Большинство учеников Я отвечу на вопрос Мне хочется сказать, что любят Но оснований для любви нету Так, понятно Дальше поехали Это правда, что ты никогда не будешь ставить оценку незаслужную Практически исключено Я пытаюсь найти оправдание Но всегда говорю, вы должны подготовиться Мой ответ такой Я хочу, чтобы у вас было чувство того, что вы знаете, что вы заслужили Что вы хотите Вы хотя бы обманите себя тем, что вы зная получили эту оценку Я всегда говорю, я поставлю оценку Но я хочу, чтобы у вас было это чувство Друзья Рашид Аликаев в гостях В программе сегодня в меню Так, Рашид Немножко давайте масла добавим Давай, забыли Заговорились Ложечку масла Растительного Да, на глазах сейчас Он создаст пленочку Все достаточно Ну, я не знаю Так, ну что, продолжаем Давайте продолжим Давайте булочку для начала возьмем Хлеб нужен Да, хлеб нужен Хлеб нужен Но я могу предложить и вот что Посмотри Да, давайте мы возьмем Есть у меня такой батон нарезной Да Выпускает этот замечательный хлеб Прохладницкий хлебозавод Который, кстати, кроме этой булки Выпускает еще более 20 номинований хлебобулочной продукции Более 36 номинований Булочных вообще изделий И более 55 номинований всевозможных кондитерских изделий То есть вот это совершенно И прекрасно оформлено Да, ну и соответственно Да, прекрасно оформлено Давайте мы возьмем так Потому что у нас по времени опять же проблемы Давайте возьмем центр Вот так И вот такой кусочек И давайте мы зальем молоком Так, нужно молоко? Да, нужно молоко То молоко, каким мы пользуемся постоянно И с удовольствием пью сам Это продукция начисленного молочного комбината Под марк «Новая деревня» 2,5% устроит? Да, устроит Прекрасное молоко Мы пользуемся этим молоком Я тоже с удовольствием Давайте Наверное, нам емкость нам нужна побольше, да? Да, вот это мы можем убрать уже молоко И вернуть обратно мне это же И ее сделаем так Все нужно будет тщательно перемешать Я тем временем сейчас помешаю слегка картошку слегка Да И попробуйте Полуотварная картошка Она уже практически, я думаю, что еще минуты 4 И можно будет, наверное, уже ее доставать Так, скажи, а задача меня чекает Я задаю тебе вопрос, ты меня задача сработает Ну, нам нужно, чтобы какие-то вкусовые качества здесь усилились Так, что нужно? Чтобы усилить, есть тоже небольшая хитрость В условиях Кабардино-Балкарии Я предлагаю вот такой бульон куриный Вот мы все придали Пекамый Да И можешь вытащить сыр Так, сыр Да, натереть Посмотри, вот, да-да-да Вот так? Да-да-да-да-да-да-да Хорошо, поехали Аккуратненько Сыра достаточно, посмотри Да, достаточно И теперь давай немножечко, грамм 50 масла возьмем Чтобы связующий элемент И свяжем все это вместе Так, масло нам нужно Сливочное масло, да Грамм 50 тоже Я предлагаю тебе такое масло, которое также использую в каждой программе Это масло нашего Нальчистка Кабинатора, Новая Деревня 72% сливочное Да Давайте Вот так мы возьмем И Так, сыр я убираю, не нужно больше сыр? Нет, не нужно И давайте вот это все вместе делать так Размешайте все вместе И давай вот такие сделаем начиночки вот такого порядка Это есть пистончики? Да, это так называемые пистончики Это такой домашний жаргон Ну и тогда я потихонечку приступлю к тому, чтобы формовать с тобой вместе Эти, да Я уже говорил, кукурузные хлопья Да Вот такие Именно этот цвет Потому что они не сладкие Если сладкие будут, ощущение будет не совсем приятное Оно Нету гармонии вкуса Вот Я приготовил вот такое Добавим два яйца в фарш Здесь почти полтора килограмма фарша Чем меньше яиц, тем вкуснее будут котлеты Рашид, я думаю, что пора посмотреть мясо Пора править мясо Да, мясо очень сочное Еще там, да Но еще готовится Еще по времени нормально Так, не пора ли засыпать изюм? Или попозже? Да, надо уже изюм пора Хорошо, что напомню Да, давайте немножко в разброс засыпем Да К концу изюм разбухнет, как и нужно И придаст тоже дополнительный оттенок всему Да Вот картошка уже полуотварная Достаточно хорошо приготовленная Давайте попробуем майонез Так, майонез Майонез берем, как обычно Да Босят Давайте возьмем оливковый Так, не вопрос Все-таки это больше приближено тогда Да-да-да-да К нашему рецепту Возьмем вот такой И кусочек сыра возьмем И через мелкую терку сюда Пойдем Так И можно будет прямо сюда же тереть Можно прямо сюда Над ним Если удобно Вот эта мелкая Давай, конечно, удобно По всем бокам Теперь давайте вот здесь есть этот Плотвень Так, черный плотвень Давайте, да И в эту прочую Добавляем сюда какие-то специи Да, было бы желательно, да, черный перец Черный перец Да, и красный перец И немного красного перца Черный перец придаст аромат Красный Немножко цветовую гамму Достаточно И аккуратно выкладываем Картошка у нас Немножко переварилась Ну ничего Традиционно Ничего Меньше займет времени Да Приготовление Все И в духовку Отправляем в духовку Все До конца приготовления мяса Все Вот фарш у нас готов Да Вот такой красивый фарш с луком Так, мы подготовили не сладкие Это очень важно Не сладкие Курфлайксы Кукурузные Курфлайксы Кукурузные Курфлайксы Курфлайкс Так, и Начинку Это а-ля киевские котлеты Наподобие Ну это легкий вариант Ну давай сделаем так вот И теперь давайте попробуем Ну я немножко руку обмачиваю Чтобы мясо не прилипало Мы же на кухне, правильно Мясо не прилипало И одинаково Важно, чтобы одинаковое количество Фарша взяли Вот так я делаю Вы видите, я готовлю Да Хотел сказать по-немецки Говори, пожалуйста И я вот придал такую форму Вот так сделал Видите, чтобы не особо много было Можно и без лейзона Потому что в нем есть достаточно От булки уже Связующего элемента А теперь А теперь Для наших зрителей Да Покомментируйте что-то по-немецки Ну, нужно ли нашим зрителям это по-немецки Ну хотя бы какую-то часть Да Ну, про постельный блюд Так, ну? Ну, венеем У нас уже хактое Fleisch Так А еще немного кейса О, хорошо И вот это все И вот мы создали вот такую котлету Как это будет по-немецки Прекрасный, красивый Эйна шойна Булетте Булетте Да, котлеты по-немецки Это кусок мяса А красивый как бы Шойна Шойна А котлеты в нашем понимании По-немецки это Булетте Булетте Нет Не в большом количестве Так, ну я пока Так, масло должно быть розогреты Правильно? Да, да, да Как раз Так, ну я думаю достаточно Да, да, достаточно Вполне достаточно Ну что, пробуем котлеты Вот такая котлета Красавица Красиво Да, очень Приятно Вкусно как будет, я представляю Так Котлеты готовы Что нам остается Остается нам только Теперь все это Сервирование Но нам нужно посмотреть Что у нас там с мясом Правильно? Я буду достать сейчас мясо Расскажем мне о семье О сыне, о дочери Ну и конечно о жене Потому что Иметь такого мужа Это прям Большое счастье Так, я заставил мясо Давайте Расскажем Ну у меня значит Дочь и сын Они оба закончили Английское отделение Отделение английского языка И отделение юриспруденции Правоведение Дочь-кандидат филологических наук Сын работает полиграфологом То есть на детекторе лжи Серьезно мальчишка? Да, серьезно Я думаю, да И жена у меня педагог Она химик по образованию Но преподает в школе Она классная дама И занимается воспитательной работой Во второй школе А дочь? Дочь в университете На кафедре иностранных языков Кандидат филологических наук Друзья, напоминаю, что вы смотрите программу Сегодня меню программа Вкусная и здоровая пища В гостях у меня сегодня Рашид Аликаев Профессор Завидующей кафедрой Немецкой языка КБГУ Вот сегодня прям Очень много вкусной еды Мы с ним приготовили КОНЕЦ Рашид, милости просим? Давай попробуем Как настоящий хозяин Пожалуйста Друзья, вот Что у нас сегодня получилось Из нашего интересного разговора Из нашей готовки Из таких изумительных рецептов Которые пришел Придет с собой Рашид Аликаев Ну что, дорогой, пробуем? Давайте попробуем Давай Ну все, начнем Наверное, как с кавказских устоев Мясо сначала Ну попробуй Я доволен Доволен? Я доволен Дорогой Уж как довольно я А как довольно вся наша студия Ты видишь, да? Ребят, изумительно Картофель Попробуй картошку Бежал Очень интересно Хотя это Не такой рецепт Как вот это Понятно Вкусно Как гарнир Изумительно Хочу попробовать Вот еще котлету Давайте попробуем Так, давайте Приветствую Вот ухажем Да, спасибо Я все знаю Как ты называешь его? Писточки А, писточки Корочка 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 Сочетается с нежной внутренностью И с сыром в центре Ну что, дорогой Счастливое время И самое главное Здоровье Это себе Кухня Мария Когда кухня в радости Спасибо большое Спасибо Держи Это же не все Наши знаменитые Красные фартуки С надписью Сегодня готовить Буду я Это тоже себе Надеюсь Надческий молочный кабинет Который выпускает Изумительно В качестве Молочную продукцию По торговым знаком Новая деревня Продукты свежие По очень хорошей цене На здоровье Держи Спасибо Еще один наш друг Компания Байсад Вот тебе Для приготовления Твоих кулинарных шедевров Обязательно Ты что-нибудь Здесь все Выберешь Спасибо Держи Спасибо большое Какой стол Без хлеба Соответственно Это вот такая Тебя хлебная корзиночка От Прохладницкого хлебного завода Спрашивайте Прохладницкий хлеб В лучших магазинах Вашего города Держи Тебе вот так Спасибо большое Все это тебе Ну что Увидимся на том же самом канале В то же самое время И еще Если вы нашу программу Досмотрели до конца Это значит у вас Изумительный вкус Будьте здоровы Будьте здоровы АПЛОДИСМЕНТОР 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 Продолжение следует...